Украинские студенты, которые учатся в лучших бизнес-вузах США, в эти дни собрались в Чикаго, чтобы познакомиться с теми, кто уже достиг невероятных результатов. Как одна идея способна заработать миллионы, расскажет Дмитрий Анопченко. Город Аль-Капоне, где в 20-е годы прошлого века больше тысячи банд было. Город Ветров, прозванный так из-за погоды, Чикаго сегодня не просто популярный среди туристов мегаполис. Это второй по значимости финансовый центр Америки, город тех, кто достиг успеха. И секретами его достижения они в эти выходные делились с теми, кто пока только учится управлению праву и бизнесу. Саша студент бизнес-школы МТА, Массачусетского технологического. В прошлом году из Украины приняли только его одного. В этом из всей Восточной Европы вообще ни одного человека. После Майдана, когда в правительстве нужна была свежая кровь, он год волонтерил в Минтрансе. Помогал менять систему. Сейчас понял, что нужно еще одно образование. Если у тебя есть желание работать, ты можешь пойти в любую госструктуру. У меня есть американское образование, я хочу работать, помогать, делать реформы. В Америке не так. Когда ты возвращаешься в Украину, я думаю, что ты можешь много чего достичь. Кончив вузы в Штатах, все они должны будут вернуться в Украину, работать во благо страны. Таковы условия СИД-гранта по программе, основанной Конгрессом США для системных перемен в Украине. Обучение каждого из украинцев до 120 тысяч долларов стоит. Но организаторы программы, а в их активе и бизнес-реформы, и помощь в создании системы честных тендеров Прозора, именно этим проектом гордятся больше всего. Все разговоры о том, что вернувшись в Украину, они не смогут изменить систему, что, мол, американские знания так и останутся невостребованными, полная ерунда. Это, пожалуй, главное, о чем разными словами говорили люди, на встречу с которыми по всей Америке и собрали наших студентов. От представителя Украины в МВФ до топ-менеджера Майкрософта, убежденной в Украине куда больше шансов. Мол, будет непросто, но ты сможешь взять на себя столько ответственности, сколько сам захочешь. А вот человек, личный пример, которого самая лучшая мотивация вернуться. Об истории Дениса Жаданова теперь уже в американских бизнес-вузах рассказывают, как несколько одесситов смогли создать стартап, который теперь превратился в компанию с миллионными оборотами, а ее программы в каждом третьем айфоне. В отличие от участников грантовой программы, чтобы получить свое западное образование, Денису когда-то пришлось одалживать деньги у родных и машину продать. После этого я решил, что нужно возвращаться, потому что уже была компания, когда у нас был маленький стартап. Столько вышло айфон, Стив Джобс его анонсировал. И в этот же как раз момент мы искали, что делать, какую-то большую идею. И мы подумали, окей, классный телефон, давайте что-то для него сделаем, попробуем, что посмотрим, как это получится. И так случилось, что мы попали в самую струю в развитии всех технологий, приложений, апсторов. Уже завтра они опять разъедутся по Америке. Учеба, лекции, экзамены. Два десятка украинцев, на которых так надеются в Штатах и которых ждут дома. Из Чикаго Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Субтитры делал DimaTorzok